Вот, например, мы добавили 12 языков, среди которых грузинский, а я даже алфавита их не знаю. Реально, это очень удобно и просто сделать субтитры от базы языка на других языках. Пользуйтесь, и вы расширите вашу зрительскую аудиторию. Всем привет на канале Мы в мире. Друзья, хотим поделиться с вами опытом, как можно просто сделать к вашим видео субтитры на разных языках. И даже на тех языках, которыми вы не владеете. А на каких же языках сделать в первую очередь? Сойдите в YouTube Analytics, в раздел Демографические данные. Выберите отчет за все время. И в разделе Местоположение вы увидите, люди из каких стран чаще смотрят ваши видео. Давайте поможем вашему зрителю и с помощью Google сделаем субтитры в популярных роликах на всех нужных языках. Кстати, YouTube делает автоматические субтитры. Но голоса иногда распознаются не точно и бывает получается очень смешно, как в этом караоке. Например, в нашем ролике о рыбалке были такие автоматические субтитры. Заходим в редактирование ролика, выбираем вкладку Субтитры. Вот автоматические субтитры на русском языке. Здесь можем ползунком уменьшить масштаб отображения. И выбираем, например, этот фрагмент. Видите, субтитры вообще не передают смысл сказанного. А мы переделали и правильные субтитры должны выглядеть вот так. Поэтому после корректировки базового языка автоматические субтитры можно удалить вот таким образом. Естественно, субтитры в первую очередь нужно сделать популярным вашим роликом. В менеджере видео выбираем лидеры просмотров и покажем на примере нашего топового ролика, как правильно сделать субтитры на разных языках. Жмем на автоматические субтитры и начинаем их правильно переделывать таким образом. Кстати, звуковая дорожка видео будет помогать выбирать длительность отображения фраз. И вот так, фраза за фразой, мы корректируем субтитры на базовом языке видео. Радует, что коррекцию по длительности фраз нужно сделать только один раз. Привет на канале Мы в мире! Плюсиком можно добавлять фразу, а крестиком удалять. Можно перемещать границы и менять длительность и расположение фразы. Привет на канале Мы в мире! Размышляя о человечестве возник вопрос. Прошло время, вот мы добрались и до середины ролика. Прошло еще немного времени и мы закончили коррекцию базовых субтитров. Снима Канады, в США и пролетаем над Штатами. Остановимся возле Нью-Йорка и видим, что все люди должны там поместиться. Ну что ж, друзья, если вам понравилось наше безумное сравнение, ставьте лайк, обязательно подпишитесь. На очереди уже готовятся следующие ролики. Теперь важно внимательно просмотреть субтитры на базовом языке всего ролика и в случае необходимости окончательно исправить ошибки. Так как от базового языка будут автоматически сгенерированы другие языки. Привет на канале Мы в мире! Размышляя о человечестве возник вопрос. Как же можно увидеть толпу из всех людей Земли? И сделаем это в Google карте. Спросим сначала. Google, а сколько людей на Земле? На графике видим, с 1960 по 2010 за 50 лет население выросло больше, чем двое. А что говорит Википедия? На июль... Итак, проверка сделана. Теперь опубликуем изменения. Все. Автоматические субтитры удаляем вот так. И у нас остались субтитры на базовом языке ролика. А теперь можем добавлять любой язык, который знает Google. Например, украинский. Жмем ввести вручную. Выбираем автоперевод. Все. Готово. Если вы знаете этот язык, автоперевод можно подкорректировать. Например, при вид заменим слово на витаему. Все фразы, и их длительность, и расположение берутся автоматически из базового языка. Размышляя о человечестве, возник вопрос. Как же можно увидеть толпу из всех людей Земли? И сделаем это в Google карте. Спросим сначала. Google, а сколько людей на Земле? На графике видим с 1960 по 2010 за 50 лет. Жмем кнопку опубликовать, и все. У нас есть украинские субтитры. Аналогично добавляются любые другие языки. А их Google знает очень много. Привет, на канале Мы в мире. Размышляя о человечестве, возник вопрос. Как же можно увидеть толпу из всех людей Земли? И сделаем это в Google карте. Спросим сначала. Google, а сколько людей на Земле? На графике видим с 1960. Кстати, если не знаете, какой официальный язык в той или иной стране, можно подсмотреть в Википедии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Короче, теперь можете добавлять любые языки субтитров, даже если их не знаете. Вот, например, мы добавили 12 языков, среди которых грузинский. А я даже алфавита их не знаю. Реально, это очень удобно. И просто сделать субтитры от базы языка на других языках. Пользуйтесь, и вы расширите вашу зрительскую аудиторию. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите в комментариях ваши вопросы и пожелания. Подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!